всем здарова соучастники Евгений всем привет купили маленькую кладовку но купили дорого вот так это выглядело на фотографиях вроде ничего особенного наброса на разных коробок но здесь картины это видимо какие-то постеры с этой стороны тоже картина а с этой стороны стоят какие-то ящики и если приблизить здесь можно рассмотреть что-то блестящее похоже на жемчуг а может это пивные пробки пока не понятно но было интересно решили поучаствовать удалось выиграть эту маленькую кладовку за 870 долларов а с комиссии будет почти тысячи я ставлю на жемчуг ты на что на пивные пробки нет не ставит на пивные пробки давайте посмотрим вот пожалуйста картина здесь ценник а ценник 150 долларов а это что париж 50 долларов а ну попробуй на вкус франция пожалуйста 75 долларов а здесь 50 она запечатана запечатана кто-то аник гаутал париж посмотрите винтажные флакончики меньшего размера в продаже стоят по 400 долларов а в проданных есть 250 какой 350 посмотрим может это тоже дороже стоит масло масло ну смотри симпатично ну как симпатично но масло 150 серый холст такой старенький так так что пивные пробки жемчуг жемчуг ну посмотрим золото бриллиант бижутерия здесь тоже бижутерия там уже монета где монета пол доллара с канаде ну возможно просто было право вы право вставили монету но вопрос в том что если здесь что-то очень ценность ландрова не смотри жемчуг еще тоже украшение говорится с ценниками оцените есть большие у меня здесь какие-то коробочки сваровский нашу прямо сваровский да ну круто да ну вот и штампешно красота глаз не оторвать вообще эти говорю это может быть серебро да она видно магазина вывезли лежит еще коробочку а здесь тяжелая тоже все бижутерии но здесь уже прямо новая новая до целая коробка и здесь тоже мы донесы да вот такие вот видишь украшения я думаю что если эти коробки даже если по доллару продать может быть вот еще а здесь уже серебро пошло со штампами кита стара чего они надеюсь надо все перебирать здесь может быть что угодно у меня к это старая посеребряная посуда держатель подставочка под что-то знаю что здесь внизу стеклянная витрина которая обычно продают что-то очень ценное вот это может быть серебро так а здесь а я нашел еще целую коробку всяких украшений это как будто пещера аладдина посмотри колечко не это для салфи нет это брошка ниже застежка полностью забитая коробка здесь браслеты самое интересное должно быть вот в этом кейсе посеребряная посуда смотри все в пакетиках 4 доллара немножко рассыпано так хорошо а как открыть вот так открыть что надо детку нет что то есть он смотри как красиво похоже на золото вот еще насыпано надо похоже но очень много так что если все с ценниками возможно это был какой-то магазин и вон там еще у нас много коробок тоже будет что-то хорошее должно быть хотелось бы конечно но смотрим подсвечники еще подсвечники какая-то посуда цена 40 долларов за тарелочку али муж слушай пожалуйста подсвечник 60 долларов может быть за пару скорее всего ленокс вот к 100 долларов 30 зайчик ценник 65 долларов он воробей какой может быть лалик может быть быкара не ясно так куда-то и уже в лес а вот скульптура это кто я пони потом смотрим а вот еще это к по демонту это не подписано ценник 95 долларов все очень удобно до ценник пожалуйста подсвечник 100 долларов подписан на что-то ценное очень лалик еще стекло это ленокс 25 долларов в общем много всего а как ты думаешь мы уже длились для танец давно говорю да то рюмка серебряный так ну давай картины посмотрим но судя по трости видно хозяин возрасте может у него был магазин а потом решил что хватит на занимался пора отдохнуть все вывез и даже не забрал картины картины на этой картине ценник 150 долларов а здесь много работы в папке все с подписями и здесь тоже тоже из ценники но надо вытаскивать и смотреть с этой стороны вот ценник 200 долларов вот тоже оригинала видно о смотри сколько золота не думаю что здесь будет золото конечно но бижутерии еще украшения но как говорится проверить надо украшение украшения вот какая-то статуэтка и кто это не ясно но ясно другое это не дешево ценник 500 долларов а питер кайл помнишь мы как-то находили целую коллекцию нашли и продали дешево он купил горшки а потом их расписал они продавались пустые вот это вот это вот это это все его картины и на данный момент его искусство в проданных по 350 500 долларов такие по 700 расписанные ноги от манекена 750 такой расписанный манекен 900 а такой 1500 поэтому такая скульптура за 500 вполне реальна держи аккуратно-аккуратно вот тяжело что-то стекло следующие такие большие витрины гуччи уже открыл такие дорогие прайс всего 95 долларов пахнет не пахнет не гуччи нет а вода я думаю это такой выставочный образец наверное витрин пахнет да чуть-чуть знаешь как написано гуччи флакон давай вот это понимает 75 подписано что-то держи это гибель на ценник 95 долларов давай вот области флора гуччи ты когда-нибудь палец в духе гуччи засовывал не знаю лучше вряд ли мне мне кажется просто вода немножко застоялась а вот какие-то статуэтки это кто бавария но по одежде сразу виду ценника нет а гуччи можем прямо разливать по маленьким флаконам кондиционер дует немножко шумно ой чуть не выпало ты видел как я схватил ее резко реакция кошки слива вот такая какая-то посуда она там мокрая все внизу и так духу чуть разливалась вот это дорого майсон вот такая посуда немецкая это дорого 6 тарелочек а здесь прямо ценник есть 200 долларов не надо тебе подсухарить говорить нет но чайник англия ценник 40 долларов какие-то старые постеры ценник 250 долларов не дешево ценник 150 не ясно 86 год а где ценник вот такая работа ценник 125 долларов еще картины картины вот это все картины 200 долларов ценник париж 65 год он тебя что-то красиво ухты и ценник был 400 долларов а сейчас всего 200 литография ценник 200 долларов а вот это масло это мужчина в трусах завязанными руками ну то есть не голый не голый упаковочная бумага в коробочках посуда что за посуда мэйсон не дешево ну да она здесь есть внутри целый набор и маленькие тоже еще какое-то искусство оригинал масло еще картины еще картины и еще тяжелой коробки я думаю что посуда здесь может быть все все что угодно ну короче надо ехать за грузовиком все это вытаскивать потому что если мы сейчас вытащим какую верхнюю но если посыпется это будет фиаско видишь как я фраз что-то какие-то фигуры что не ожидал браз браз это переводится кирпичи не браз это медь медь или латунь о-о-о и что-то браз вот браз и вот браз браслет ну в общем пока не понятно вот какие-то запчасти на цвет не сдать навес а потом разберемся что это было не давай сначала узнаем что это сколько это стоит может это что-то ценное очень ну конечно но она тяжелая очень тяжелая так они изготавливали бижутерию наверно заготовки для изделий но такие-то брошки для собачки до производства ну вот эти коробки я думаю что то все на париж старая коробка к одна тысяча девятьсот восемьдесят первый год пар авиона авиадоставка вот в коробочках тоже мейсон да тот же сервис одна коробка вторая коробка возможно эти тоже фриджу дано дробь не бросать понял не бросать ты думаешь что пикассо пикассо не очень на самом деле на утром самурайского японское искусство культа аригатор аригатор займас характере кимона так ну 20 не покровить школьный школьный бимил манс это скетч оригинальный это известный автор детских книг книги были выпущены в 39 53 61 и художественные работы с этих книг проданных есть по 1000 долларов такие рисунки 1300 такие по 2 500 такие по 3000 такие проданы по 4 вот работа с такой печатью как у нас было продано за четыре тысячи триста семьдесят пять долларов такие рисунки по пять тысяч семь пятьсот одиннадцать тысяч двенадцать пятнадцать двадцать двадцать пять эти 47 60 и даже 63 тысячи долларов за рисунок очень недешевые работы 400 долларов тонкинг промоушен одна тысяча девятьсот восьмидесятый год еще какие-то работы еще какой-то модно художник не понять подпись на это шестьдесят четвертый год а тоже не принты оригинальные работы тоже медное украшение серега забирай сейчас быстро тяжеленькая да только стоит большие маленькие тарелочки чашечки 15-20 долларов за штуку минимум 10 но получается долларов 300 400 где еще какое-то стекло 30 долларов за штуку еще коробка с этой посудой еще предметов 25 может до 30 но есть такие маленькие тарелочки может быть долларов 200 и какие-то китайские фигурки они все деревянные они пронумерованы и здесь и какие-то телеги это карета его будут нести письменный стол не видно что пыльная где-то стояла все и много-много мелкой посуды такие мини китайские ваза еще посуда и здесь тоже ладно не будем пока разворачивать но очень интересно что это может быть будет какая-то большая композиция такой мини городок что здесь за тарелки металлическая тяжелая ценник 250 вот и металл вот горшок за 50 25 стекло 40 долларов вот что-то тяжелое вот и объектив неожиданно вообще японский made in japan да и витар и еще один made in japan 75 вот работа ценник 200 долларов тоже какой-то очень винтажный принт еще украшения тебе одну коробку они делали под винтаж видишь с камушками и такие сережечки ладно посмотрим еще держи и тебе будет слоник еще еще коробочка тоже всякой мелочевки 15 долларов много всякого завернута что-то есть за 350 долларов евгений слышишь что может быть за 350 долларов вода да точно стекло дорогое стекло как бакара с отвертки цветное но еще дороже до цветного кошка смешная кошка прозрачная дешевле там намного дорого прямо дороже дороже книжечки слоник в проданных 290 дельфинчик 350 кошки по 400 бык 660 рыбка 780 дракон 1300 а такой бык две с половиной да у них изделие очень недешевые много здесь еще всего не успеваем все посмотреть графин 15 долларов вот видишь ну 35 долларов 35 долларов но если ты продашь не по доллару по 35 это будет очень хорошо но хотя бы по 5 то одна тысяча штук будет не одна тысяча долларов а 5000 молодец без калькулятора считают в школу закончил а такая работа 95 долларов еще такая работа она этой ценник 1750 вот 450 долларов это 200 есть такие старенькие совсем 75 и вот такие же тоже семьдесят пять шестьдесят четвертый год еще картины вот непонятно кто где-то муха это муха ну что ты не видишь конечно еще постеры вот картина 200 долларов оценит 200 баксов вот такая а вот 225 видно что очень старая работа очень удобно кусок нарисовал все готово еще украшение я думаю там еще будет 23 долларов продается должен но тоже хорошо у нас все новое я бы минимум 5 минимум в 5 ну давай по 3 хотя бы еще коробочка но симпатично до брошки всякие ну ладно у себя уже почитай здесь все работает да какие-то принятые еще металл заготовочки браслеты и здесь тоже тоже тяжелая коробка она всего давай класс 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 и вот еще картины картины там тоже и здесь какие-то работы сегодня картину у нас будет очень много что-то нашел есть тысяч фунтов она стоит 10 тысяч фунтов стоит вот эта книга а я держи 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 здесь украшение слушаю все подряд а вот уже позано еще такой же что-то я надела вот заколочки пожалуйста какие-то заготовки было бы золото прикинь все золото оно было бы настолько легче проще было тянуть я тебя уверяю браз тяжелая золото взял и побежал побежал с коробкой представь что это золото и давай налегке 30 40 килограмм коробка это точно лазаны вот уже готовы какие-то брошки это какие-то ящики может это для позолоты вот они делали юберные изделия покрывают золото это были брошки всякие заготовки на такое наконец-то золото думали такие же ящики это для запада это для предыдует было бы золото и еще такой же но здесь уже и мишки и пчелки монеты коробочка замки это пряжки на ремни прикол серебро есть просто у меня шампунь какие-то духи это лаудер а вот нейман маркус что настала удар что-то вкусное нейман маркус что-то мне кажется это лопатка любые ну да вот такая форме туфельки еще еще ухты гламурная мышка гумурная мышка сваровский держи чтоб продажи у тебя были большие гусра тык-тык на понтах такой надо целый набор должен быть блин калькулятор где здесь тоже заготовочки летучая мышь скрипки брошки и здесь разные изделия тоже смотрите изделия и внизу тоже я же правильно понимаю если они делали по золоту где-то должно быть золото как ты думаешь они делали по золоту нет ты рушишь все мои планы они делали да это можно выставить как изделие вот как заготовки да те кто этим занимается но не знаю что с этим делать это серии или не серии еще картины еще картины еще картины еще картины еще картины еще картины сколько стоит вы из 60 60 долларов 65 здесь какие-то постеры вот такие но не с подписью автор white and jones 1 1980 3 штук здесь забрали уже все коробочки и часть картин уже вывезли картин очень много и цены разные но нам прямо галерея попалась и мы нашли такую книгу этот скульптор и художник леонард баскин а внутри насекомые он даже блоха есть вон майский какой это майский это же у колени и это очень редкая книга их всего 30 экземпляров у нас номер пять оказалось что вместе с этой книгой в пакете было еще много документов есть какие-то письма но все документы 73 года есть завещание тоже 73 год эта карточка адвоката и он подтверждает что эта книга от такого-то владельца переходит новому хозяину 73 год из тех времен эта книга была у этого человека но поскольку это был 73 год и прошло уже 50 лет теперь она перешла к нам и мы выставим ее на продажу чтобы она нашла нового владельца а вот состояние и определиться с ценой посмотреть все эти документы мы попросили помочь нам павла генриховича он скоро будет мимо приезжать и сказал что заедет но мы ему отправили что за книга он сказал что очень интересно продажи найти это издание это очень большая редкость все экземпляры находятся либо в частных коллекциях либо в музеях и одна из книг была лично подарена семье рокфеллера в 58 году вот проданных другой экземпляр это номер 24 из 30 был продан за 11700 долларов вот еще одна книга номер 16 этот экземпляр на аукционе с начальной ставкой 4400 долларов оценочная стоимость от 6 до 9 тысяч очень редкая находка и к нам в гости приехал поеду генрихович здрасте здравствуйте раз молодые люди давно не виделись приветствуем вас я знаю эту книгу я когда работал в музее несколько лет назад был коллекционер коллекционировал исключительно гравюры и он искал эту книгу и даже был готов покупать отдельные страницы из нее потому что это редкое издание издательство называлось гиена пресс и они выпускали все время существования не выпускали книги очень небольших тиражей собственными рисунками автор он был из такой состоятельной семьи он был скульптор художник и поэтому чтобы самому не было проблем с издательством он создал свое издательство самый гена пресс очень удобно да очень удобно да ну деньги позволяли и все сколько там 50 60 лет они выпускали вот эти книги с небольшими тиражами с красивыми иллюстрациями эти книги они пользуются успехом их ищут и готовы коллекционировать поэтому давайте подробнее рассмотрим вашу давайте здесь я вижу заверенное завещание да совпадает что вот этот человек получил это письмо с этим с этой книгой и документами книга была издана пятьдесят восьмом году пятьдесят восьмом да очень небольшим тиражом она печаталась на японской и на английской бумаге ну видите она даже отличается одна белая другая желтая и печаталась она в технике которая по-французски называется аля пупе аля пупе да пупе французский значит кукла кукольная техника чем она интересна на готовую форму на пластину уже где выгравлен рисунок носит краски краски наносит специальным ватным шаром который похож на кукольную голову поэтому называется аля пупе и краску наносит после каждого оттиска после каждого рисунка краска носит по-разному заново и поэтому каждая картинка она получается как бы своя то есть своя то есть где-то краски побольше положили где-то поменьше где-то рука дробную каждый оттиск он уникален поэтому эти книги очень интересны для коллекционеров в первую очередь ваша книга дайте я понюхаю и если книга хранится в плохих условиях появляется запах сырости грибка бритиш написано бритиш вот эта бумага на бритиш точно есть надпись а та которая желтая это японская хороший переплет вот этот книжный блок он такой сделан вручную то есть никаких машинках специально не подрезали уникальная вещь очень интересная состояние обложка конечно залапано видимо брали люди которые не надевали перчатки возможно это было еще до нас мы не знаем но что хорошо бумага не пострадала практически книгу правильно хранить не как солдатикой вертикальном положении а плашмя горизонтальном эту книгу хранили неправильно то есть нет потерь на нижней части абсолютно то есть деформации нет в любой книге что мы определяем сколько их на рынке состояние провинанс сколько их на рынке мы знаем несколько десятков не больше 30 состояние состояние хорошие отличные ну скажем так 4 и 2 плюса 3 плюса из-за обложки провинанс подобный экземпляр который лежал семье рокфеллеров был продан в лондоне на аукционе за 11 тысяч фунтов британских а может это она есть нет на книга она уже в музее многие музеи которых эта книга есть всегда указаны кто владел кто подарил откуда пришла если вы проведете архивную работу найдете кто такой человек который книгу завещал передал наследником то тогда это может цену поднять но если продавать лучше продавать всем комплектом со всеми документами да это повысит стоимость книги ракфеллерская книга которая была у ракфеллеров коллекция она была продана за 11000 фунтов но здесь еще имя ракфеллеры книги менее именитых владельцев 7 9000 простые без всякой истории они до 2000 предмет редкий и я сейчас наверное не смогу найти этого человека скорее всего очень сталенький уже уехал на последнюю станцию есть люди которые ищут подобные вещи я думаю если вы ставите за 5000 и будут оферами где-то до трех но я уверен эта вещь уйдет тысячи четыре можем получить принять я больше так к трем к трем больше к трем а вот этот скетч над этим скетчем кто-то долго и упорно издевался в гибкой папочки изолента клейкая лента это вот грязь обесценила действительно издевались даже не знаю как назвать я очень возмущен бывшим владельцам и сколько в таком состоянии может стоить если бы в состоянии было идеальное такое рамное хранение под стеклом то 2000 запросто ну вот это с этими потерями с этим вандализмом 500 долларов может быть даже немножко пониже еще меньше мы поставим дорого и посмотрим что будут предлагать спасибо огромное по его Генекович были очень рады вас видеть спасибо за помощь пожалуйста это было удовольствие вейти книгу которую я искал которую виделко то который не видел которую знал которые хотели увидеть я увидел и сегодня вас чем очень близко даже понюхал можем дать собой понюхать вся семья понюхала домой овнести так завитебным столом спасибо было удовольствие видеть вас добром здравии взаим видеть интересные вещи у вас, так что успехов, приятного аппетита, берегите себя, не болейте. Спасибо, и вы тоже. Все, счастливо, пока-пока. До свидания. Начался дождь, успели вытащить картины, но не успели вытащить медь. А что с картинами? Все картины остались в траке, и Евгений их сразу завез нашим друзьям на аукцион. Они сразу себе отобрали интересные предметы на продажу, картин было много, штук 70. И что, было что-то интересное? Он попал с 20 Альвадора Дали. 20 Альвадора Дали. Она такая маленькая. И такая маленькая, да? И что они посмотрели? Сказали, что есть что-то очень суперценное. Нет такого, что надо звонить в Лувр, снимать Монна Лизу, а вот вашу работу надо... Нет? Нет. Вот эту вот потом сразу тоже сдал, помнишь? Вот. Он ее сразу забрал. И они оставили себе более 30 работ. Эту за 400 мы выставим на ebay. Роберто Дюран, Шугар и Леонард. 80-й год. Очень старый постер. Те работы они выставят на аукцион. Посмотрим, почем будет продано. Может, там найдется что-то супердорогое. Об этом сообщим в следующих выпусках. Не забудьте подписаться на канал. Так, а что? Какую сумму можем оценить картины? Ну, минимум 5 тысяч. Минимум 5 тысяч, да? Надеюсь, что будет больше. Ну, давай, пока за картины 5 тысяч. Ого! Гром какой! А мы не вытащили медь из трака. Мы хотели взвесить, но давай хотя бы одну коробку. Единственное, что изначально отложили эту картину. И на аукцион не отвезли. И Павлу Генриховичу тоже не показали. Мы за нее просто забыли. Вот она самым дорогим ценником 1750. Непонятно, согласен. Собака тяжелая. Ценник 150. Она чугунная. Ну, где-то так и стоит, да? Да. И написано, что это Дор Стоп. Используют у входа. Подпирают двери или что-то. Духи, посуда, статуэтки. Много разного стекла. Там еще коробки, коробки. Во сколько это оценивать? Ну, минимум 2 тысячи. Ну, хорошо, плюс 2 тысячи. Вытащили пару коробок меди. Вот это тяжелое, а это такая не очень. Там коробок 10. Мы будем считать, что 5 очень тяжелых. Опять таких полегче. Так, включаем. А ну, проверка на палец. Палец 10 паундов. Так есть, хорошо. 40 паундов. 20 килограмм. Давай теперь тяжелый. Ого! 71,5. 32,5 килограмма. 71 паунд. Ну да, так и есть 30 килограмм. Если таких 5 коробок, 350 паундов. И 5 таких полегче, 200 паундов. Итого 550 паундов. Картон, упаковка, округляем. У нас изделие 500 паундов. Если просто поехать это сдать на металлолом, медь принимает по 3 доллара за паунд. Итого просто металлолома у нас здесь полторы тысячи долларов. Но мы проверили, такие заготовки продаются. К примеру, такой насыпью, все подряд. Такой микс из заготовок. Проданных 1 паунд 30 долларов. А кто-то продает выборочно, поштучно. Вот 12 крестиков за 34 долларов. Возможно, люди покупают навес, а потом продают такими лотами. Вот 1 паунд за 25 долларов. А здесь 36 единиц за 22. А здесь 1 штучка за 16. Или вот такие наборчики по 10. И если продавать так поштучно, то это будет, конечно, в разы, в разы дороже. И это можно продать быстро, но дешевле. Либо сидеть сортировать, потратить много времени, но получить в несколько раз больше. Минимально, что видел 10 долларов за паунд. В проданных. Да, но там продавали 30 паунд, 20 паунд. Я думаю, что мы тоже будем продавать. Если мы считаем по 10, то у нас здесь 5 тысяч долларов. А если по 30, то 15. По 30, может, и не удастся все продать. Но будем пытаться. А пока считаем по 10. 6 готовых изделий. 6 готовых изделий. Ну, этого получается от 5 до 15 тысяч долларов в этих коробках. Но считаем по минимуму, плюс 5 тысяч долларов за медь. А кроме этого, у нас же еще много упакованных украшений. Сколько у нас таких ящиков? 8. О, у меня монеты, смотри. 250 штук в ящике. Что-то сломал, да? Отъем. Она вот так открывается. Вот так. А, не вот так. А, я его вот так вот распахнул. Вот 250 штук в ящике. А у нас 8 ящиков. Это вот 2000 штук. Да. Хорошее украшение. Сделано под винтажные известные бренды. Сделано неплохо. Хорошее качество? Да. Но нам надо продать быстро. 2 по доллару. Ну, это так, совсем оптовая цена. Итого минимум 2 тысячи долларов за эти украшения мы получим. Ну, было еще серебро. Вот, дорогая штука. Вот, дорогая штука. 200 долларов. 200? Вот это тоже серебро. И еще было плюс паундов 60, просто бижутерия. Хорошо, а сколько еще добавим? Долларов 500. Долларов 500 еще плюс. Ну, неплохо. Симпатичный юнит. Ну, все, можем выставлять на продажу. Из прошлого выпуска у нас есть победный комментарий, который выигрывает 100 долларов. Поздравляем победителя, пришлите нам сообщение на почту. А с этого юнита мы получаем более 10 тысяч долларов, поэтому в следующем выпуске будет 3 победных комментария. Добавьте в ваш комментарий ключевое слово. Украшение. Украшение. И ваш комментарий будет участвовать в розыше 100 долларов в следующем выпуске. Вот такой сегодня был выпуск. Всем огромное спасибо за просмотры. Нет войне. Мы всем желаем крепчайшего здоровья. Берегите себя. Всем пока. Всем пока. Пока. Пока.